Совсем недавно у фирмы Strike Pro появились новые широкотелые балансиры серии Shifty Shed Ice 3040. Несмотря на свои компактные размеры, эти приманки имеют довольно-таки приличный вес и очень большие возможности. Балансиры семейства Shifty Shed Ice имеют длину 30 и 40 миллиметров. При этом их вес соответственно равен 9,3 и 21,7 грамма. Данные приманки весьма широкотелые и при этом довольно узкие, если посмотреть на них спереди. Очень часто во многих водоемах основным кормом хищным рыбам служат густерка, карасик и подлещик. Несомненно, балансиры, которые наиболее точно имитируют своей формой тела данных рыбок и будут для местных хищников самыми желанными. Балансиры Shifty Shed Ice красиво раскрашены и снабжены весьма выразительными глазами. Пластиковый хвост довольно большой по площади и имеет фирменный флуоресцентно-красный цвет. Широкотелыми балансирами очень удобно ловить рыбу. Они небольшие и в то же время достаточно компактными, поэтому они легко пробивают шугу. Очень управляемые и когда мы их достаем из лунки, они значительно проще, чем длинно тело и балансиры выходят из лунки и не цепляются передним крючком за нижнюю часть лунки. Приманки Shifty Shed Ice имеют разнообразные варианты расцветок в натуральных, флуоресцентных и светящихся тонах. Данные балансиры довольно быстрые. Они великолепно отзываются на короткие, средние и даже сравнительно высокие подбросы. При этом балансир очень далеко отпрыгивает в сторону и быстро развернувшись возвращается обратно. За счет широкого и в то же время сильно сплющенного с боков тела Shifty Shed Ice на резком коротком подбросе двигается не просто прямолинейно в сторону, а как бы слегка боком и по небольшой дуге. Эта особенность отличает его от всех веретенообразных балансиров, которые двигаются исключительно по прямой. Чтобы поймать рыбу, очень важно, чтобы приманка делала что-то особенное. Балансиры серии Shifty Shed Ice как раз и являются такими приманками. В их игре есть определенная изюминка, которой нет у других моделей балансиров. Во время ловли для привлечения рыбы применяется широкая, резкая игра почти без пауз. При этом балансир далеко прыгает в разные стороны, сверкает боками и производит сильные гидродинамические возмущения в воде. После того, как рыболов привлек внимание рыбы, нужно резко сменить игру. Дело в том, что резко играющий балансир для рыбы не столь интересен, она его не хватает. Кроме того, когда балансир резко отпрыгивает в сторону, а рыба подошла к приманке, то балансир запросто может ударить по рыбе и испугнуть ее. Поэтому нужно обязательно сменить игру. Смена игры заключается в коротких и резких подбросах балансира с паузами. Вот непосредственно на такой игре рыба уже и берет. Причем балансиром можно играть не только короткими подбросами, но и буквально как мормышкой вот так вот покачивая. Это можно делать и отдельно, и можно делать после короткого подброса. Очень часто рыба именно в такой момент и хватает балансир. Рыболов должен уметь очень четко определять настроение рыбы в данный момент. Очень часто рыба, если она активна, она сразу реагирует на приманку. Если мы начнем делать широкие привлекающие рыбы махи, то мы такую рыбу можем спугнуть. Поэтому опытный рыболов сразу это почувствует. И он начнет облов лутки не с широких привлекающих махов, а сразу с аккуратной деликатной игры. И если вдруг после такой игры, когда мы коротко играем балансиром с паузами, или даже мормышем балансиром, нет поклевок, тогда мы можем уже сделать несколько широких махов, 3-4 широких маха, и опять перейти на игру, которая лучше всего именно ловит рыбу, а не привлекает ее. Умение играть с приманкой разнообразно, а в нужный момент резко перейти на ритмичную однобрасную игру, как раз и приводит к тому, что каждая новая лунка облавливается очень тщательно и максимально эффективно. Балансиры серии Шифтишет Айс 30 и 40 показали себя с наилучшей стороны при ловле таких рыб, как средний и крупный окунь, щука и судак. Особенно хочется отметить Шифтишет Айс 40. Эта модель, можно сказать, настоящий судаковый киллер. Шифтишет Айс 30 и 40. Субтитры создавал DimaTorzok